МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда я приехала поступать на журфак, мне было 17 лет. Я закончила школу и сразу же рванула в Питер. Я пыталась в Москву поступить, но Москва в 80-м году была закрыта, поскольку была Олимпиада. Ну и выхода не было, домой не захотелось возвращаться. Было 5 человек, которые набрали одинаковое количество баллов. Спасла спортивная кафедра. Я мастер спорта по художественной гимнастике. Среди пятерых выбрали меня, хотя были очень толковые девочки. Дальше я год еще занималась, выступала за университет. Только вы не упадете. Не останавливай меня. Так и буду на него орать. Мне журфак не мешал. Это очень важно. Есть такие вузы, где так вообще студентов за эти прогулы, даже не разбираясь, почему-то прогулял. Вот у меня было 90 прогулов, и декан меня оставил, потому что я объяснила, где я была. У меня были хвосты, и Владимир Георгиевич Осинский мне помогал их сдавать, договаривался с преподавателями, потому что он знал, что я в этот момент на учебной студии телевидения готовила какой-то вечер, посвященный факультету. Нас допускали к камерам, к кнопкам, к монтажу. И вот это вот все вот не было такой красоты, но это было все абсолютно неважное. Потому что первый раз, когда тебя можно потрогать и сломать, тебя никто не будет ругать, кроме Ордынского и Осинского. Я их путала фамилии всегда. Они ругали меня, и они мне позволяли очень много и поддерживали. Я думаю, что тоже как-то у них есть какое-то чутье на людей неординарных. Я, наверное, все-таки была уже какой-то такой хулиганкой неординарной. И, наверное, они понимали, что лучше ее поддержать, чем ей чего-то не додать. Мой день начинается очень рано. По пути в Останкино первый звонок директору программы Елене Богатовой. Лена, привет. Что у нас сегодня помимо монтажа? Ага. Нет, давай все интервью тогда на завтра перенесем или на ближайшие дни, извинись, да, перед ребятами. И... А вот приют – это важно. Ты где? Пробки? Лена, для меня пробок не существует. Все, пока. Здесь очень демократичная обстановка. И если сравнивать журфак МГУ и ЛГУ, как я потом поняла, конечно, здесь очень сильные преподаватели. Все, что касается литературы, истории, языка непосредственно, это, конечно, я считаю, что здесь самые сильные. С покойным Владом Листьевым мы даже не спорили на эту тему. Потому что он такой же был, как и я, поверхностный. В том смысле, что все хотели мы сразу и работать на телевидении. И вот мы с ним рассуждали, он говорит, конечно, вот ваша школа, она абсолютно отличается питерской от нашей. На экране кадры одной из последних командировок в Санкт-Петербург. За три дня мы сняли шесть героев. Профессионалам не нужно расшифровывать, что это значит. Людям, далеким от телевизионного бизнеса, поясню. Каждый наш день состоял из 12 часов работы на камеру с людьми самодостаточными, с противоречивыми характерами, меняющимися настроениями, требующими исключительного внимания к себе. И, конечно, я себе завидую. Какая у меня интересная профессия. Где бы я еще встретила столько замечательных людей? Какое счастье, что я не поступила в НГУ в 80-м году. Потому что тогда полностью судьба была бы вообще иной. Я бы не вышла здесь замуж. Я бы не работала на ленинградском телевидении. С потрясающей вообще школой. Ну и вообще, у меня не было бы вот этой, наверное, все-таки правильной, пусть ее как угодно называют, провинциальной или нет, питерская, грамотная, нежная интонация. А уж историй на мой телевизионный век хватит. Так что до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова